На моем канале выложена серия многочасовых видео касательно анализа гетики Йордана, точнее труда о происхождении и деянии гетов, гетского романизированного историка Йордана, который, в общем-то, описывал свое видение происхождения своего народа. То есть, этого Йордана можно считать эдаким готским Геродотом. И дело в том, что если внимательно прочитать его труд, данные его труда, во-первых, в нынешней исторической трактовке не считаются неоспоримой какой-либо аксиомой. Историки ссылаются на Йордана, историки изучают Йордана, но по большей части они имеют свои концепции о происхождении и деянии того или иного народа. И часто, и во многом видение современных историков отличается от того, что изложил Йордан. Официальная трактовка отличается и от того, что излагаю я. Но, тем не менее, это разные взгляды, это разные трактовки тех, соответственно, исторических событий. Чем ценен Йордан как источник, так это тем, что он жил в древности. То есть, по идее, он хронологически ближе к тем временам, о которых идет речь. И, по идее, на момент его жизни должны были быть более-менее свежими еще какие-то воспоминания. А с другой стороны, вот, возьмите просто себя, возьмите свою семью, не знаю, свою бабушку, своего деда вспомните. И скажите, как много вам ваша бабушка, ваш дед рассказали о, допустим, Первой мировой войне, или о, допустим, войне с Наполеоном, не знаю, о войне с Турцией, или... Ну, о любых тех войнах, или о любых каких-то крупных исторических событиях, которые происходили в вашей местности. В некоторых знатных родах, естественно, такие родовые пересказы существовали. Проблема в том, что коммунисты приложили огромные усилия для того, чтобы уничтожать взрослое народонаселение, особенно знатное, особенно интеллигентное, а детей сгонять в школы, где потомок дворянского рода, потомок княжеского рода и простолюдины сидели за одинаковыми партами, учились одинаково, и им вбивалась одинаковая коммунистическая программа взгляда на мир, в частности, взгляда на историю. То есть, по факту, вы, нынешние люди, не знаете даже то, что было 100 лет назад. Не говоря уже о том, что вы не знаете, что было 200 лет назад и так далее. А то, что вы знаете, вы знаете из школьной программы, вы знаете из каких-то книг научных, научно-популярных, художественных. Не важно. Но это не предание ваших предков. Это не то, что вы узнали буквально там от отца, от деда, от прадеда. А это то, что вы узнали от какого-то чужого дяди. Больше того, нет непрерывной исторической какой-либо традиции, где, ну, кроме рахманской традиции, кроме каких-то других подобных, кроме, возможно, академиков, которые с поколения в поколение друг к другу пересказывают. Но там тоже, что касается академиков, там все сложно, поскольку в зависимости от политики партии, академики могут учить уже следующее поколение не потому, что типа правда, даже с их точки зрения. Хотя их точка зрения может быть неправильна. А они могут учить, исходя из того, чему партия требует, чтобы они учили. И как бы партия всегда требует что-то свое, независимо от того, даже существует ли эта партия, как вот партия, условно говоря, коммунистическая или еще какая-нибудь такая. Или тут вместо партии имеется в виду какие-то доминирующие в стране общественно-политические мнения, общественно-политические запросы, ввиду чего начальство, политическое начальство учебного заведения требует от него, соответственно, определенных трактовок. И те, кто хочет остаться на работе, те, кто не хочет того, чтобы их занесли, так сказать, в черный список и потом нигде не публиковали, никуда не пускали и вообще ходили на них, плевались, те, естественно, прогибаются под политику партии и, по сути дела, говорят уже даже не то, что сами считают правдой, а то, что вот, соответственно, им или сказано говорить, или то, что в данной ситуации попросту выгодно говорить. Поэтому, поэтому все сложно. Что касается древности, то, как правило, существовали непосредственные и родовые предания, а если читать Гетику, то становится понятно, что, в общем-то, и сам Йордан происходил из рода тех, кто имели отношение к этим всем событиям, то есть что-то о гунах, о Атиле, о так называемом великом переселении народов Йордан должен был знать даже буквально из воспоминаний своего отца, своего деда и каких-то других старших своих родственников и старших учителей. Видимо, они и привили ему гетский, готский патриотизм. Но проблема в том, что, будучи христианином, Йордан также очень сильно ориентировался на римские источники. Он цитирует Диона, он цитирует других римских историков, и становится понятно, что многие сведения он почерпнул у них. Единственное, что он, беря у них сведения, воспринимал их со своей точки зрения. В частности, он пишет, что для него, соответственно, готы – это те же, кто из скифы. И поэтому войны скифских царей с, соответственно, персидскими царями и даже египетскими царями, Йордан трактует все как войны готских царей. Ввиду этого, по-другому можно взглянуть и на факт происхождения готов согласно Йордану. Ведь Йордан однозначно пишет, что готы пришли с некого северного острова, называемого Скандинавией. Ну, точнее, Скандзой, если прямо по его тексту. Под этим островом достаточно несложно и нехитро угадывается Скандинавия, скандинавский полуостров, северная часть которого европейцам была достаточно плохо известна, особенно греко-римским европейцам. И понятно, что те все римские деятели, которых изучал и на которых ссылался Йордан, они не знали, является ли Скандинавия островом или полуостровом. Вероятно, тогда уже какие-то римские торговцы, конечно же, до Дании, до южных берегов Скандинавии доплывали. Они видели, соответственно, что вот есть Дания, которая состоит из полуостровов и островов, и вытянулась так вот на север. Они, соответственно, видели кусок чего-то, видели, что, по крайней мере, с юга, востока и запада этот кусок чего-то омывается. Могли даже доплывать до каких-то мест, где, видя русло реки или еще что-то, или видя сужение самой Скандинавии, им казалось, что все-таки Скандинавия где-то отделяется от материка. Ну и больше того, по аналогии с Британией и Ирландией, они, естественно, считали Скандинавию островом. Хотя Скандинавия вообще ни разу не остров. И, соответственно, Скандинавия это такая интересная местность, которая наряду с Данией является краеугольным камнем для разнообразных немецких, нацистских, пангерманистских теорий. Потому что, соответственно, как бы по разным немецким, околомифологическим взглядам на историю, в общем-то, юг Скандинавии и, соответственно, Дания, возможно, север Германии, были истоком и всех индоевропейцев, и, естественно, германцев. И вот германцы оттуда расселялись, всех завоевывали. С такой точки зрения, в общем-то, и территории самой Германии для Германии видятся покоренными. С такой точки зрения, англы, юты и другие, которые некогда переселились как раз территории Дании и на территорию Британии, видятся также частью вот этих волн миграции. Ну и так далее. Естественно, нормандская теория возникновения Руси от варягов с трактовкой, что варяги – это шведы и так далее. То есть, всё происходит из, соответственно, территории Дании, территории Скандинавии, территории Северной Германии. По данной околонацистской немецкой исторической трактовки. И данная трактовка, она же возникла отнюдь не при Гитлере, она так или иначе развивалась разными немецкими философами, историками ещё задолго до Гитлера и во многом ссылаясь и на того же историка Йордана, который прямо писал о том, что Скандинавия была как некой мастерской или материнской утробой, из которой буквально происходили или рождались народы. И вот что в Скандинавии куча народов, и они оттуда просто по чуть-чуть расселялись и так заселили Европу. Это нелепо, а в такой трактовке, в таком понимании, это, во-первых, невозможно, во-вторых, это и отвергается даже официальной исторической трактовкой. Дело в том, что Скандинавия никогда не была какой-то суперобширной территорией, Скандинавия никогда не была суперплодородной территорией или суперудобной для активной плодячки. Скандинавия представляет собой гористый полуостров, который разделяется реками, и, в общем-то, значительная его часть это горы, часть из которых замерзшая чуть ли не постоянно, часть из которых замерзает периодически. В Скандинавии дико холодно, в Скандинавии мало что растет и мало что водится. Скандинавия не могла быть прародиной коня. Или местом, где одомашнили коня. А, соответственно, Скандинавия не могла быть местом, где изобрели колесо, поскольку без коня оно вообще-то не особо-то и нужно. Без коня или без вала, или без другой тягловой силы или механизма. Иначе человек с колесом, это все равно, что человек без колеса. Ему, если он и построит повозку, ему придется эту повозку тянуть на себе. Так как бы нафига складывать кучу вещей на одну повозку и потом ее тянуть, изнуряясь от пота? Если можно, например, по несколько человек или в несколько ходок просто перенести нужное количество предметов с места на место. Без тягловой силы, без крупных животных колесо, которое является одним из важнейших атрибутов вообще всего индоевропейского расселения. Но в Скандинавии ни коню, ни колесу в своих началах места нет. Да, колесо, да, конь, да, другие индоевропейские особенности позднее были занесены в Скандинавию, позднее в Скандинавии также приобретали свое место, и свою трактовку, и свое какое-то употребление. Но ввиду климата, ввиду сложной географии, ввиду достаточно скудной природы Скандинавия, ну вообще никак не могла быть прародиной для огромного числа германских народов, даже для германских. Как бы про всех индоевропейцев тут уже вообще никто, кроме немецких каких-то романтиков около нацистов, среди историков никто не говорит. Но даже для германцев Скандинавия не могла быть прародиной. Кроме того, даже если типа Скандинавии и отводить место прародины каких-то народов, потому что в действительности вот известно, что те же англы, они переселились в Англию из Дании, но как бы и что дальше? Они же не полностью вытеснили все былое население Англии. Они всего лишь захватили власть в Англии, они создали там свое королевство и по чуть-чуть как бы стали доминирующей силой. Да, но те же какие-нибудь скоты-шотландцы, они до сих пор продолжают жить и продолжают быть, и они все равно не являются англами, и не являются даже особо ассимилированными англами или англичанами. Есть валийцы, есть другие рудименты, былых этносов, населяющих Англию. То есть, по сути, это дело тех англов и других с ними переселившихся на территорию Британских островов было не так-то и много. Да, достаточно, чтобы захватить власть. Да, для местных враждующих всяких политических сил часто внешняя какая-то сила является достаточно желанной и достаточно удобной, типа ни вашим, ни нашим. Вот пусть, так сказать, чужие нас рассудят. Ну, а эти чужие рассуждают в свою пользу, естественно. И, естественно, как бы их сначала как свинью под стол, а они потом лапки на стол, а они потом уже и задние лапки на стол, и потом это уже для них и стол, и престол, и постамент для их монументальной статуи. Такова история. Да, известны походы викингов по всей Европе. Да, известно, что викинги по всей буквально Европе в свое время воевали и много чего захватывали. И во многом, в общем-то, вот этот скандинавский миф о происхождении германцев ссылается как раз на историю с викингами. Ровно так же, как и миф о гуннах, как о азиатах, которые пришли из глубин Азии, опирается во многом на историю с монголами. И историки в любой ситуации могут сказать, ну, монголы же смогли, так как бы почему, соответственно, гунны не могли. Монголы же были, соответственно, монголами, хотя на самом деле нет, но это уже другая история. Ну, так и гунны были, соответственно, из территорий Азии приблизительно с той же местности, что и монголы. И пытаются этих гуннов сватать и к финнам, и к чувашам, и еще бог знает к кому. Хотя, как бы, те же самые финны, они были известны в Европе еще во времена Геродота. На западе, точнее, на севере Европы, на севере Европы они себе там проживали. Известны склейки финнов со скифами, как скетифины. Известны другие какие-то нюансы. И, как бы, финны не могут быть при любом раскладе потомками каких-то азиатских гуннов. А да, они потомки азиатов, да, это можно проверить по генетике, по всяким другим штукам. Но они потомки более древних волн миграции, которые возникли еще вследствие индоевропейских миграций, как ответная на них, так сказать, составляющая. И в свое время викинги много где, много чего позахватывали. Это факт, это правда. Но викинги, кем были викинги? Викинги небольшими, в общем-то, группами воинов, которые жили буквально войной. Поэтому, естественно, профессиональные воины-викинги всегда с большим успехом могли победить какое-то непрофессиональное местное ополчение и захватить, допустим, престол или в пользу какого-то своего местного нанимателя, ну или почему бы нет, даже в свою пользу. То есть, а почему бы нет? Почему как бы нужно выдумывать что-то лишнее? И на времена викингов в Скандинавии климат, ну, по сути, был такой же, как сейчас, но можно предположить, что чуть теплее. Однако, тем не менее, все равно это чуть теплее для Скандинавии, не превращает ее в Крым или, тем более, в Грецию или в Италию. В Скандинавии холодно всегда было, всегда есть и, ну, как бы, наверное, еще долго будет. А если уж станет жарко в Скандинавии, то, соответственно, аж страшно представить, какой температурный ад наступит, соответственно, на территории экватора и других центральных областей, так сказать. Тоже другая история, так или иначе. Во времена викингов, Скандинавия, в принципе, будучи такой же неблагоприятной для проживания, вынуждала людей к искусственному, такому, естественному отбору, где выживали сильнейшие, во-первых, благодаря природе, во-вторых, благодаря тому, что выживали сильнейшие, у них это еще в культуре зафиксировалось, у них в скандинавском вероучении в рамках культа Одина и всего этого считалось, что человек, который умрет в битве, отправляется непосредственно в Альхалу, а человек, который умрет от старости в кругу семьи и всего такого, умирает, умирая, отправляется в Нижний мир, где буквально там всю бесконечность оставшегося времени Вселенной мерзнет, страдает, мучается, мерзнет, страдает, мучается, мучает других и ожидает тех времен, когда наступит конец света, и он, как некий аналог вот этих вот зомби из «Игры престолов», ведомый темными силами, пойдет войной на мир живых, уничтожая и воюя с Эйнхериями Одина, то есть с теми людьми, которые доблестно умерли в битве и таким путем обрели себе место в чертогах Одина в Альхале. Поэтому это вынуждало викингов с достаточно большой радостью драться и убивать и друг друга, но и как бы если все-таки убивать друг друга не особо-то хорошо, и тут есть куча правил, которые, в общем-то, это как-то регламентируют хотя бы, то вот с такими же жаждущими убивать и отправиться в чертоги Одина, как и сам можно, в общем-то, сдружиться и отправиться плавать и убивать, и рано или поздно помереть, и отправиться в чертоги Одина, предварительно привезя своей семье кучу золота и, соответственно, ожидать там, что его сын так или иначе станет таким же доблестным, как он, а может быть, каким-нибудь ярлом или даже конунгом, ну и так далее. Поэтому, как бы, да, быть вот такими достаточно мощными наемниками в свое время скандинавы смогли. Но, во-первых, тут уже речь идет о более поздних временах, тут уже речь идет, в общем-то, о временах, когда до скандинавов, по сути дела, дошли все прелести тогдашней европейской цивилизации. А во времена, о которых пишет Иордан, во времена начала, в общем-то, нынешней эры, в Скандинавии было достаточно мало и металлического какого-то оружия и орудий труда. А если мало металлических орудий труда, это ограничивает возможность изготовления, в общем-то, не только оружия, но и доспехов, но и плавательных каких-то средств и так далее. Ну и, как бы, о чем уж говорить, собственно, сами дракары в те времена археологически не зафиксированы. И больше того, если бы викинги были вот такими вот викингами уже в те времена, в начале нынешней эры, то, соответственно, римляне изо всех сил писали бы о том, что вот именно с Северного острова, или, возможно, они бы знали, что это полуостров, с вот этой Скандзы или Скандинавии спускаются, соответственно, некие злобные, диковинные варвары, которые, соответственно, громят римские легионы, штурмуют римские города и так далее. Но этого нет. Есть другое, что как раз в территории Северного Причерноморья спускались разные флоты, которые громили и римские флоты, и римские легионы, и осаждали римские города. Вот это в истории было, и это хорошо зафиксировано как раз римскими источниками. И если вот так сопоставить все существующие факты, то становится понятно, что поначалу в Европе все народы живут плюс-минус на своих местах. Кемерийцы ушли из Европы, постепенно расколовшись на ряд осколков, от них отделились фракийцы, от них отделились условные балтославяне, от них отделились европейские реликтовые осколки, которые стали позже известны как германцы или как кимвры. Ну и когда ушли кемерийцы, так случилось, что и Иверия, и кельтский тиранат, потеряв своего исконного врага, также, в общем-то, достаточно сильно ослабли. И дальше уже ни в Иверии, ни в кельтском тиранате с времен исхода кемерийцев никаких централизованных властителей не было, никаких, ну, в общем-то, их государственность, которая и ранее была родовой по принципу, которая была и у кемерийцев, но позднее у них даже эта государственность была потеряна, и на момент того, когда уже римляне взялись завоевывать кельтов, кельты представляли собой ряд разрозненных народов, племен, деревень, которые почитали только собственных каких-то правителей, и которые, получается, что с большей радостью пошли под пяту Рима, чем сошлись на какой-то мысли, что давайте мы кельты, на основании того, что мы кельты, объединимся и, собственно, изгоним этих римлян. Хотя отдельные кельтские, в общем-то, силы еще в первых веках до нынешней эры были достаточно мощными, настолько, что могли буквально осаждать Рим и могли достаточно грозно устраивать походы вплоть до Малой Азии и других регионов. То есть кельты свое могущество теряли не сразу, но так или иначе все равно теряли. У Европы были ситуации с приходом персов, у Европы были ситуации с походом Александра на восток. Все это также приводило к каким-то подвижкам этнических масс, к каким-то переселениям. Ну, например, те же самые кельтские экспансии привели к появлению галат, в общем-то, на территории Малой Азии. И по ряду исторических сведений, и даже Галилея, вероятнее всего, является таким вот кельтским анклавом на территории, соответственно, Палестины. То есть в генетике человека Иисуса Христа вероятнее всего пара грамм кельтской крови все-таки было, условно говоря. Поэтому кельты бесследно не исчезли. Кельты себе были, кельты влияли. Ситуация с этрусками также вынудила часть этрусков мигрировать к Балтике и отчасти смешаться с германцами, отчасти смешаться с Балтами и, возможно, даже с Кандинавами. В общем-то, народ Реции, которые были родственны тем же этрускам и которые, по всей видимости, были родственны и славянам, и само их название Реция является, по сути, таким древним ответвлением от Ратании, Арратании, Рутении, как Украина называлась вообще с каких-то чуть ли не шумерских времен, где упоминается царство Арраты. И дальше также Украина называлась и в греческих источниках, где упоминается царство Аорсов. И дальше также Украина называлась у арабов и у иранцев, где упоминается Арросы, Арарасания, Ратания. Ну и дальше также Украину называли уже разные латинские авторы, называя Украину Рутенией. Как бы все это было, все это исторический факт. И вот, видимо, Реция, которая была фактически над Италией, видимо, эта Реция была одной из древних таких выселок с территории Украины как раз. Видимо, Закарпатской Украины по ряду признаков. И часть их также была вынуждена мигрировать. Такой народ, совмещающий в себе особенности и кельтов, и германцев, и скифов, и даков, который назывался Вои, или Бои, или Бойки. Этот народ также в своих миграциях мигрировал достаточно обширно по Европе и фиксировался и на территории нынешней Франции, и на территории нынешней Германии, и Австрии. И самым поздним его вот таким вот осколком являются Бойки в составе уже общего народа Украины. То есть, народы переселялись, народы мигрировали, народы расселялись, иногда в качестве беженцев, иногда в качестве завоевателей, иногда в качестве какой-либо экспансии, или в качестве бегства, или в качестве того, что они были торговцами, как те же финикийцы, или греки, которые часто даже не завоевывали для себя никаких территорий, по крайней мере, поначалу, а просили дозволения у местных правителей или бывать в местных городах, и постепенно их становилось там много, чуть ли не половина населения, а в каких-то случаях и большая половина, или даже попросту основывать какие-то новые города, может быть, на месте каких-то старинных руин, может вообще на пустом месте, если там удобное место для постройки порта, или если там по другим каким-то причинам грекам это место приглянулось. Итак, греки, а до них финикийцы, основали кучу своих поселений вообще по всему Средиземноморью. Греки в свое время называли юго-восточную часть Италии Великой Грецией, обозначая это как то, что это территория их великого расселения. Великая Греция тут имелась в виду не в плане того, что это вот они какая-то малая Греция, как нечто малое и незначительное, а вот то великое, как что-то великое. Нет, это малая Греция называлась малой в плане того, что это, собственно, сама Греция как бы, сердцевинная, исконная, истинная, глубинная Греция, а вот то все ее территория увеличивания, расширения, поэтому то Великая Греция, Великая Эллада. То есть в истории было всякое, но когда Римская империя с войной, во-первых, полезла на кельтов, что случилось? Часть кельтов бежала к германцам, часть кельтов бежала к дакам, часть кельтов, говоря проще, разбежалась по всей Европе. Да, тогда это не произвело никакой серьезной волны. Да, у многих европейских народов к кельтам было больше претензий, чем, в общем-то, к римлянам, поскольку римляне были относительно новым явлением, и римляне часто, правители этих народов, пытались как-то задабривать дарами, а какие-нибудь германцы хорошо могли вспомнить, как сто лет, двести лет назад кельтские тираны шли завоевывать германские народы, угонять их в какие-то свои постоянные войны, или как предки этих же германских народов в составе кемерийских воинств шли, в общем-то, громить кельтов и громить иверов, доходя чуть ли не до территорий нынешней Португалии. Поэтому, да, кельтов пускали, да, кельты где-то как выселки, как небольшие такие даже этнические очаги кельтской идентичности сохранялись, но это не привело к тому, что массово европейские народы пошли громить римлян. Сравнительно для Европы это было еще только лишь очередным расселением. Кельты до этого расселялись в плане своей экспансии. Тут как бы даже для самих кельтов, если среди них оставались какие-то люди, знавшие историю, могло казаться справедливым, что, в общем-то, пара столетий до этого они громили Рим и захватывали его, ну, пусть и неудачно. Теперь Рим захватил их, пусть и удачно, но, может быть, они отобьются, может быть, позднее найдется более сильный враг, который, соответственно, сможет победить римлян. То есть, для кельтов и для европейских народов захват Галии прошел более-менее гладко. Также, в общем-то, и захват Греции. Правда, случилась ситуация для римлян нежданщик. Митридат Евпатор объединил все силы при Черноморье, создав циркумпантическую державу и во главе этой державы, имея под своим командованием персидские армии и в союзе с, в общем-то, великой Арменией громил и, соответственно, долгое время успешно побеждал римлян. Римляне, как они любили, ядами, отравками, подкупами, уничтожали его сыновей, других склоняли к дезертирству и к бегству. Третьих, оговаривали. По римской пропаганде Митридат Евпатор сам убил нескольких своих сыновей и хоть данные истории можно считать и ложными, но вполне можно понять, что, по крайней мере, римляне работали над этим, потому что, конечно же, римляне сто процентов устраивали информационную войну, пытаясь и для его сыновей выставить ситуацию, как будто бы он хочет их убить, и для него выставить ситуацию, как будто бы его сыновья его предали, и так далее. Поэтому все там было сложно, и в конце концов все-таки римлянам удалось одолеть славного Махаксенеса Митридата Евпатора и его сына Фарнака Фраата Теаса. Дальше Боспор, Боспоро-Пантийское царство уже не возродилось, а южную его часть, то есть, собственно, само Понтийское царство захватил римский ставленник Полемон, который, возможно, принадлежал к какой-то Боспоро-Пантийской Бастардской династии, но тоже там все сложно, а соответственно Фракию позднее римляне полностью под себя подчинили, обложив ее сначала со всех сторон, а Боспор некоторое время римляне пытались подчинить, и то им это удавалось, то, заручившись поддержкой сарматов, аспоруг их оттуда выгонял, и в конце концов с тем же аспоругом они договорились, что, в общем-то, Боспор отдает им права на былое владение Боспора, но Боспор как бы остается независимым, хоть и вечным другом Римской империи. И тут получается, что тогда римляне попытались захватить и Дакию, как былой, в общем-то, сателлит Боспора. И, соответственно, как известно, даже более поздний докийский царь Децибал пытался вести какие-то переговоры с тогдашним боспорским царем, и даже отправлять посольство в Парфию, как, в общем-то, один из осколков былых владений Митридотидов. Но все это относительно прошло неудачно и римлянам удалось захватить Дакию. При этом римлянам удалось захватить Дакию не всю и не сразу. Еще до этого, до того, как римляне захватили Дакию, римляне, если я не ошибаюсь, по-моему, Помпей в этом сыграл достаточно важную роль. Римляне покорили Иллирию. Иллирия это такая область над Адриатическим морем, которая в географическом смысле как бы зависает над Италией и находится между Италией и Грецией. Позднее на этих территориях возникла Югославия, Хорватия, Сербия, Черногория и вот эти все страны. Но в более древние времена там была страна Иллирия. Есть вероятность, что Иллиры были родственны с Иверами и есть вероятность, что их родичами, их потомками являлись в общем-то эльменцы или так называемые эльменские Словени, которые со временем стали таким государствообразующим этносом Новгородской республики в Киевской Руси. Но тоже дела чуть-чуть другие. И вот когда римляне покоряли Иллирию, соответственно в этой Иллирии проживало как земледельческое население, так и проживали пиратствующие воины. По сути Иллирия в те времена гордилась во многом своими пиратами и как бы гордилась часто в переносном негативном смысле слова. Захватив Иллирию, в общем-то римляне привели ситуацию во-первых к тому, что да, какая-то часть населения Иллирии осталась на своих местах. Ну какая часть осталась? Осталась часть аполитичная, в основном сельскохозяйственная, которая была забита в своих каких-то селах или мещаний в своих городах, которые как бы ну они Иллиры, ну пришел римский сапог, римская сандалия тогда еще, наступил на их былой флаг, и они уже готовы в общем-то прогнуться под соответственно римскую сандалию и так или иначе они уже немного рамеи, они уже под рамеями, они уже там какие-то а как стать римским патрициям, уже вот это все начинается. Да, таков плебс, таковы простолюдины, для которых своя верхушка иногда бывает настолько чуждой, как и в общем-то чужая верхушка. Ну в общем-то сама верхушка, плюс основные какие-то военные силы и значительная часть духовенства естественно бежала с территории Иллирии, бежала отчасти в Дакию, отчасти в Северное Причерноморье. Позднее, спустя фактически столетия, все вот эти разрозненные мигранты и лиры собьются приблизительно в такое единое этническое, этнокультурное ядро, которое у Йордана и других, которое в общем в современной исторической трактовке называется герулами или эрулами, ну по сути теми же элирами, только слегка перенявшими какие-то вероятно германские и сарматские обычаи. Да, и на тот момент Германия это было не этническое понятие, а географическое, то есть территории, которые были на север от Римской империи в Европе, то есть это территории нынешней Германии и территории нынешней Чехии, Польши, Австрии и всего вот этого, они для римлян были Германией. Иногда некоторые римские авторы аж растягивали понятие Германии чуть ли не до Днепра и до Дона, но все-таки часто они понимали, что от Вислы приблизительно или как минимум от Буга начинается уже Сарматия. Так что так, что так. И поэтому соответственно пожили те же самые элиры допустим на территории нынешней Польши. Все для римских авторов они уже германцы. Хотя в этническом смысле ну да от какого-то местного населения что-то свое перенять они естественно могли, но в этническом смысле они остались теми же элирами, которые когда-то проживали в Элирии. Пусть и возможно даже сами они, возможно те, кто с ними контактировали, даже их название начали уже произносить чуть иначе. И вот дальше ровно такая же ситуация повторилась и с Даками. Ну и частью в общем-то самих тех, кого уже можно считать германцами. То есть то население, которое жило за Рейном между Рейном и допустим Вислой, против которых римляне иногда ходили в походы, которых римляне так или иначе пытались завоевать, а те местные народы устраивали им Тевтобурский лес дубль один, дубль два и так далее, где терялись римские легионы, где дохли римские императоры и всевозможные римские военачальники. Хотя у римлян был проект присоединить к своим владениям и территории Маркомании, как они называли, часть Центральной Европы, и территории Сарматии, как они называли, в общем-то, Восточную Европу, Украину, по сути. Но это были проекты, которые во многом были основаны скорее на амбициях, как российский проект Новороссии с отгрызанием Украины южных областей. Так, в общем-то, и у них что-то получалось, что-то на какое-то время они могли отгрызть у местных народов, а что-то не могли. И этим они заставляли народы, в общем-то, мигрировать. И этим они по сути дела и создали вот эти все варварские народы, потому что те народы, на которые они нападали, допустим, даки. Даки, они же геты. На них напали римляне. Римляне захватили, поработили часть народа нынешней, скажем так, Румынии, но другая часть бежала. Другая часть бежала, другая часть, возможно, дошла и до Скандинавии. Но в любом случае, точно, очень мощно села в Северном Причерноморье и дальше уже, собственно, в Северном Причерноморье сорганизовалось как Готское Королевство Германариха и, в общем-то, дальше оттуда все это пошло-поехало, когда уже, соответственно, готы возвращались на территории своих предков, то есть, шли к Дунаю, завоевывали как раз те территории, которые когда-то у них отвоевали римляне. В каких-то случаях они туда приходили, в общем-то, и римляне их даже пропускали, потому, что эти геты обещали защищать римские границы от других народов, и как бы, и как бы, но все равно геты старались как бы свою линию прогнуть, римляне свою, и в результате это приводило к все новым и новым этническим встряскам для Европы и этническим подвижкам. Когда в самой Римской империи случались конфликты между ее частями, а там была и тетрархия, было позднее разделение Римской империи на Восточную и Западную, время от времени куски этой империи захватывали всевозможные узурпаторы, но при этом это узурпаторы с точки зрения официальной трактовки. А если разобраться, многие из этих узурпаторов вполне себе могли быть и более законными, чем те, кто их в результате победил и назвался законным правителем. Поэтому там тоже история достаточно сложная и неоднозначная, тем не менее, суть в том, что все это приводило к очередным и очередным этническим подвижкам. Условный узурпатор, знаю, что у него войска, допустим, очень мало, а, допустим, золота огромное количество. Может быть, тут только, вот, не знаю, условно говоря, вчера собрали дань с окружающих там каких-то городов, народов, чуть ли не со всей Галии. И вот хочет узурпатор Галии создать свою Гальскую империю. Что ему остается? Ему остается всего лишь нанять себе на службу каких-либо из вот тех ватак скитающихся по границам Римской империи всевозможных полуодичалых кочующих ну, по сути дела вынужденных бандитов. Потому что когда части народа бежали вследствие того, что римляне захватывали их территории, то снова же бежали кто в первую очередь? Бежали побежденные воины, потому что если бы они сдались, их бы или убили, или кастрировали, или превратили бы в рабов, или еще что-нибудь им сделали достаточно неприглядное, им оставалось только лишь бежать. И они превращались вот такие кочующие по сути дела ватаги грабителей бандитов, которые грабили соседние народы, могли каких-то былых своих чуть ли не собратьев грабить, и римские какие-то приграничные территории. И вот условный узурпатор, желая утвердиться и отбиться от римских легионов, вполне себе мог нанять на службу штук десять вот таких вот кочующих в атак бандитов вооружить их римским вооружением, ну или полувооружить, или вот они будут использовать часть из того, что у них и так есть, и часть он им все-таки чего-нибудь даст, и даст им деньги, и наймет как бы себе на службу. Но он их нанимает себе на службу, они уже живут, может быть, даже на былой территории своих предков, а может быть просто на территории, где они видят, что как бы вследствие всех этих подвижек может территория не настолько густо населена, и девчата красивые, и как бы почему бы не остаться. И они остаются. И это новое этническое вкрапление соответственно в римскую всю эту систему, потому что это люди, которых римская империя не завоевала. Это люди, которые не являются этническими римлянами, и в общем-то римской империи они ничего не должны. Да, их приютили, да, их взяли на работу, но дальше они уже здесь освоились, они уже здесь обжились, они уже здесь дали потомство, уже следующие их поколения воспринимают эту территорию как свою и возможно передают из поколения в поколение сказания о том, как они спасли условно говоря Рим от каких-то условно говоря еще каких-то врагов, против которых их наняли и так далее. И все это привело к тому, что спустя столетия как раз ряд таких вот народов организовало на территории бывшей Римской империи по сути дела ряд своих как они сейчас называются в общепринятой исторической трактовке варварских королевств. Это и франки, это и те же готы-геты, это и всевозможные там и аланы, и свеи, кто только не хочешь. И сейчас я говорю только о крупных нюансах, о мелких нюансах, там было вообще дофига с половиной. То есть в рамках такого взгляда на историю Скандинавия как прародина всех этих германских народов, свалившихся на Римскую империю, вовсе не нужна. Кроме того, можно конкретно отследить происхождение гетов с Дакии, происхождение тех же самых Алан, соответственно, с Северного Причерноморья, происхождение вандалов, как западного крыла народа Венедов, соответственно, с территорией Польши, происхождение герулов от элиров и так далее. И все это в результате сходится на том, что это народы искони, проживающие в Европе, просто вследствие римских поползновений на их территории им в какое-то время приходилось отходить, в какое-то время они потом шли, может быть, даже шли, чтобы отвоевать свое, но в результате захватывали какие-то римские территории и вот так, так сказать, взаимодействовали. Да, с гуннами тут несколько ситуация иная, но о гунах я говорил в других материалах. Итак, приходим к тому, что Йордановская трактовка Скандзы, то есть Скандинавии, как прародины большинства германских и многих европейских народов, она, в общем-то, излишня, она, в общем-то, не нужна. Все прародины этих народов хорошо локализируются на территории в общем-то центральной и восточной Европы. И можно чуть ли не до года проследить, вот, когда их скинулись на сиженного места, где там они кочевали археологически, можно просмотреть, что, да, видны археологические соответственно их подвижки и дальше соответственно их уже приход, так сказать, ответный приход на территорию римлян. Все, Скандинавия здесь не у дел. Что можно предположить? Ну, ссылаясь на скандинавские саги, на сагу о бенглингах, сагу о вельсунгах, на в основном полумифологическую скандинавскую традицию, где как раз описывается переселение на территорию Скандинавии тех же самых инглингов и других всяких народов. На основании этого можно предположить, что вот часть народов как раз переселилась на территорию Скандинавии, ну и может быть там какая-то часть этих переселенцев одно-два поколения пожили, собрали каких-то местных и вот пошли, так сказать, к своим собратьям в Европу в общем-то отвоевывать свои былые владения. И в плане готов данное предположение срабатывает, потому что и лингвистически, и этнографически, и археологически можно в общем-то проследить, что в первых веках нынешней эры кто-то, пробираясь между территориями условно говоря Украины и Польши, фактически пробил просеку между расселением восточных и западных славян. Ну и на роль этого кого-то очень хорошо приходятся вот те самые готы, которые так сказать позднее возглавили тех готов, которые блуждали как беженцы по Причерноморью из разрозненных готских поселений, из разрозненных готских сил сформировали в общем-то готское королевство, которое позднее воевало с Римской империей и с даже славянскими государствами. Так это все кое-как объяснить можно. Но то, чтобы в общем-то весь народ происходил со Скандинавией, это физически невозможно. Но почему-то же у Йордана есть вот эта тема, что получается древние готы пришли с территории Скандзы. Правда, если хорошо ее проанализировать, то получится, что готы пришли с территории Скандзы и заселили территорию Скифии, и от их названия она стала Скифией. То есть, что? То есть, эти готы это Скифы. То есть, по идее, речь идет о том, что Скифы некогда пришли с какого-то северного острова. Скифы, Скифы, северный остров. Ну, как бы вообще-то такого не было. История такого не знает. Скифы, наоборот, бывали в восточных, в южных регионах, на северные острова. Проникать они могли, но никогда туда свой центр они не переносили и оттуда, естественно, не приходили. А может быть, тут у Йордана прослеживается отсылка к еще более древним общеиндоевропейским сказанием как раз о северном острове прародине. Как раз о той самой Гипербореи, условно говоря, Гипербореи-1, с которой, соответственно, когда-то по всем индоевропейским ведам, сказаниям, легендам, мифам и другим историям, в общем-то, индоевропейцы пришли на территорию Евразии. А просто Йордан совместил реалии, которые более близки уже к его времени, с вообще глубокими архаичными сказаниями. Ну и так в результате получилась та картина из его труда, которая противоречит и общепризнанной исторической трактовке, противоречит и археологии, и здравому смыслу, и, если честно, всему, чему только может противоречить. Но даже в этом противоречии, если его анализировать, как я сейчас это продемонстрировал, можно найти здравое зерно, зерно древнего знания, древних сказаний, в которых передавались, в общем-то, события, реальные события, события, окружавшие наших предков.